Курским пультом Кувшинов Павел, комментаторы Алексей Безбородов, Иван Захаревич. И сразу же включаемся в борьбу на помосте Рубен Алексанян из Армении. Серебряный призер чемпионата Европы 2014 года. Стартует с веса 185, уверенно. И отправляется в зону разминки ждать следующего подхода. В этой весовой категории самым опытным, скорее титулованным, наверное, уже опытным спортсменом является представитель России Алексей Ловчев. Который стал чемпионом в толчке, чемпионом мира в прошлом году. Который является чемпионом Европы. Давай самые опытные запишем немца Виладжиша. Да, дублер Матя Саштайнера. Несколько олимпиад за его спиной. Март Сейм только что справился со второй своей попыткой. 185. Следим мы за этим парнем. Митозный эстонец. Каждое соревнование прибавлять и везде анонсируют свои выступления на Олимпиаде в Рио, где там обещают бороться за золото. Вот и Алмир Виладжич, представитель Германии, готовится выходить на помост. Алексей Ловчев для первого подхода играл 200 килограммов. И столько же по заявке было у спортсмена из Грузии. Лаши Талахадзе. Пока что недоступен нам онлайн протокол. По всей видимости, интерес к тяжелой атлетике в Соединенных Штатах и не только по всему миру очень велик. К завершению Чемпионата мира все уже обратили внимание на то, что проходят такие соревнования и серваки не выдержали. Уронили сайт Международной Федерации. Алмир Виладжич, 187. Первое появление на помосте. Алмир Виладжич, 187. Первое появление на помосте. Ну что ж, несколько ранее, буквально два часа назад, закончились соревнования в группе «Б» и озвучим результаты. Пока лидирует второй спортсмен из Грузии, Иракли Турманидзе, чемпион Европы 2015 года. Да, вот так вот, чемпионы Европы и в группу «Б». 202 килограмма в рывке. Пока как раз-таки на эти килограммы мы с вами сможем и ориентироваться. Ну, в толчке 220 всего-навсего. Невысокий результат. А самый большой в толчке показатель у Чеха, жире Орсага. 230. Да, большой парень выходил на помост Ахмед Мухаммед из Египта, 187. И видели мы в преддверии этого чемпионата мира, уже находясь в Штатах, Ахмед показывал очень неплохие килограммы в толчке. 240 я видел, как он заправлял там в тренировочном зале. Второй египтянин вдвоем они уходят на помосты. Ага, все-таки вот Ахмед Мухаммед. До этого был Масуд Мухаммед, прошу прощения. Ну, оба уверенно справляются. Марта Сейма показывают. Безусловно, Март Сейм силен именно во втором упражнении. В прошлом году в Казахстане 246 килограммов толкнул. Вполне прилично занял четвертое место в толчке и в сумме. Но героев, скажем так, прошлогоднего чемпионата мира сегодня на помосте мы не увидим. Руслан Албегов этот чемпионат пропускает. Будет готовиться непосредственно к Олимпийским играм. Нет и в группе сильнейших иранцев. Бахадор Мулаи выступал. Правда, выступал в группе, даже если не ошибаюсь, С. А Мулаи очень слабенько выступил. 76 рывок и не помню даже, сколько толчок. Очень далек он от своих показателей. Тот самый Мулаи, который с Русланом Албеговым на универсиаде в Казани зарубался и на чемпионате мира в Польше в 13-м году. Имеет такой толчок под 260 килограммов. Восстанавливается после травмы. Сегодня его не будет. Поэтому Март Сейм вполне будет рассматриваться в качестве претендента. Тем временем спортсмен из Бразилии Фернандо Рейс начинает соревнование с веса 190 килограммов. И по-моему это очень большой для него вес. Да, в Казахстане 190 он финишировал. Сегодня первая попытка и мы видим достаточно уверенно. Но озвучивали мы год назад, что Фернандо Рейс непосредственно готовится к домашним олимпийским играм. И безусловно будет набирать обороты, чтобы порадовать своих болельщиков, попытаться побороться за медали Олимпиады. Хаджам Мухаммед Тайчиев из Туркменистана впервые выступает на чемпионатах мира. Выступал в 2011 году во Франции. И вот после этого не было стартов. Сегодня немного правая рука, на мой взгляд, сыграла, но нет. Засчитали 190 килограммов. И это личный рекорд спортсмена. До этого на чемпионате Азии в прошлом году было 189. Уже 190. Ну что ж. Дружно так все поднимают. Марсейн 190. Также личный рекорд. До этого самый большой рывок у него был 185. Ух ты. Да, смотрите, ну прям зацепил. Добавляет и добавляет. Прибавляет к прошлогоднему результату в рывке 5 килограммов Марсейн. Если также прибавить в толчке, то за 250 сможет толкнуть. А это уже такая заявка, ну на медали-то точно. Ну если, да, пятерочку, десяточку еще в рывке накинет к Олимпиаде, то вообще будь здоров. Получается. Да, все его интервью где-то даже сбудутся. По-прежнему висит онлайн табло. Идем вслепую по приборам. Чен Ши Чи, спортсмен из Тайпея, чемпион Азии 2015 года. Буквально два месяца назад, 193 в рывке, 245 в толчке. И, насколько я помню, такая безоговорочная победа. Сколько в рывке? 193. А сейчас 191 тоже легко. И уже в самом начале. Практически в самом начале. Ну, видимо, была попытка на 182. В очередной раз чистят гриф. Рубен Алексанян. Второй выход на помост. 192 килограмма. В случае успеха вторая строчка в протоколе. Пока результат Турманидзе из группы Б никто не может. Превзойти. Ну, из лучших показателей вспомним. 195 в этом упражнении. Минск, чемпионат Европы 2010 года. Давненько это было. С Чигишевым тогда зарубался Алексанян. 192 получилось. Год назад Алексанян выступил не совсем удачно. Баранка в первом упражнении в рывке на 190. Алмир Виладжич. 192 килограмма. И это его второй подход. Виладжич имеет лучший результат в рывке 193. Практически около предельной веса. Да, еще одна попытка будет у этого спортсмена. И пытается улучшить свой личный рекорд. Вот так Алмир Виладжич все время шел вторым номером в супертяжах. Вслед за Матиасом Штайнером. Матиас Штайнер олимпийский чемпион. Сейчас не выступает. И олимпийский чемпион Пекина. Да, олимпийский чемпион Пекина. Не выступает и в общем-то не очень активно тренируется. После Олимпиады пару раз еще видели мы его на крупных международных соревнованиях. По-моему, в последний раз так немножко штанга его припечатала. И после этого не видели. Но в сети появляется о нем информация. Он похудел до 100 килограммов. То есть практически 50 или 60 килограммов лишнего веса убрал. Ну, соответственно, пишет, что чувствует себя прекрасно. Участвует в различных ток-шоу. Делится как раз таки вот этим опытом с гонки веса. Ну, как я понимаю, на помост не торопится выходить. Ну, что ж, все, что нужно. Матиас Штайнер выиграл. А вот Алмир Виладжич, который более возрастной напарник как раз Матиаса Штайнера, продолжает соревноваться. Алексей, своего позволения, не соглашусь по поводу все, что нужно, выиграл Штайнер. По-моему, мир он ни разу не выиграл все-таки. Да, ну, сразу Олимпийские игры, потом было... И Европа до этого была, до Олимпиады как раз. Ну, да ладно, со Штайнером... Торкменистан и Тайчиев... Хаджимухаммед. Вторая попытка. Торкменистан! Чек до конца! Торкменистан! Торкменистан! Многовато, но, конечно, для Туркменистана... Да, прошу прощения, уже третья была попытка. Попадание в финал группы А супертяжей, я думаю, уже событие. Впервые на моей памяти именно видим мы среди сильнейших спортсменов. Гор Миносян, второй тяжелоатлет из Армении. На четыре года Бор Миносян моложе своего напарника по команде. Чемпион Европы среди юношей. Вау! Вау! Ничего себе! Полупоцесс! Да, а Веста 195 на штанге, между прочим. Да, неплохо готов Гор Миносян. Мы его не видели последние два года, потому что он отбывал дисквалификацию после юниорского чемпионата мира. Который он, в общем-то, тогда выиграл два года, перерыв был и сразу же на чемпионате мира, как по себе заявляет, уверенно. Смотри, что Евгений Жерносек из Белоруссии уверенно поднабрал, на мой взгляд. Да. Или что, бороду отрастил? Ну, я думаю... Как-то изменился. Может быть, и то, и другое. А можно посмотреть на его собственный вес сейчас? Его собственный вес на сегодня 153. Ну, немного. В Тбилиси 162 он весил. То есть на десяточку, наверное, постройнел. Просто держать. Ну что ж, неплохое начало. И если посмотреть на рекорд белорусского атлета, то этот рекорд 199 килограммов. В Казахстане это была бронзовая медаль. Так, по-прежнему недоступно онлайн табло. Идем вслепую. Помнится мне, Ловчев заявлял 200 для первой попытки. Да, Ловчев и Лаша Талахадзе из Грузии. И был у нас результат 202 группы Б в рывке. Лучший, да? Ну, поначалу казалось, что немногие до двушечки доберутся. Тем не менее, уже 195 и по две попытки у очень многих атлетов осталось. Ай-яй-яй. Не получилось. Такой резкий тяжик, да? Взглянем на вес. Бразилия 153,86. Ну, в этом потоке тяжелее его только египтянам, которые весят 160 килограммов. Увидим мы его совсем скоро. Ну, а так самый тяжелый тяжеловес – это наш Чингис Могушков. Есть статистика, и Чингис Могушков уверенно ее возглавляет. Уж в этой статистике Чингис первое место занимает, да? Да. Ну, Чингис Могушков на этом чемпионате мира не выступает. Хотя вот наши три супертяжа все имеют шансы попадания на импийские игры. Это и Чингис Могушков, и Руслан Албегов, и Алексей Ловчев. В принципе, у всей тройки достаточно высокие личные рекорды, которые позволяют им бороться на международных стартах. Смотри, что происходит тем временем. Да, Тайпэй, что, личный рекорд? Шичи Чен справляется со 195. Да, на 2 килограмма больше, чем в сентябре месяце на чемпионате Азии. Неплохо. И? К Олимпиаде подарок готов подготовить этот парень. Да, 245 тогда толкнул. В общем-то, если пятерочку прибавит опять. Ну, будет, скажем так, не просто Алексею Ловчеву. Конечно, у Алексея хорошие личные рекорды, что в рывке, что в толчке. Он силен. Мы уже видели на этом чемпионате мира, что волнение иногда вмешивается в ход событий. Надеюсь, что сегодня этого не произойдет. Двухкратный чемпион мира Руслан Албегов от России не поехал на эти соревнования. В многочисленных интервью указывалась причина непоездки. Решили перестраховаться, поберечься и на всякий случай выступить на Кубке Президента, который будет в Грозном с 11 по 14 декабря. Который, впрочем сказать, тоже является лицензионным и отборочным в какой-то степени к Олимпийским играм. Виладжич что, рекорд устанавливает? Личный рекорд, да, никогда не понимал. Не видел я 195 в исполнении Виладжича ни разу. 193 в Тбилиси на чемпионате Европы. И тогда это тоже был рекорд. Но в таком уже зрелом возрасте, 81-го года рождения, спортсмен устанавливает на личные рекорды. Растет. Ну и в общем-то, по той же самой причине, не видим мы и Могушкову, я так понимаю. Знаю точно, готовился к Кубку Президента Российской Федерации Ченгеса в Таганроге. Ну, у нас на данном этапе хорошая скамейка запасных. В принципе, она есть, атлетов много. Есть, скажем так, из кого выбрать главному тренеру. Ну, соответственно, конкуренция из-за этого растет. Ух ты! Вот так вот! Есть 95 Фернандо Рейс. Очень колоритный персонаж. 25-летний бразилец заканчивает на очень хорошей ноте для себя. Рывок 195 никогда ранее не показывал. Он такие килограммы. Не снес оператора, когда уходил своими могучими плечами. Тяжики, смотри, что разгоняются как, да? Да, да. Ну, вот, пока я под впечатлением попытки Виладжича. Уже четверо на 200 заказали у нас. Неожиданно он прибавил. Пока, к сожалению, это третье место. Масуд Мухаммед сразу, так, 9 килограммчиков накинул. Как раз-таки тот самый малыш, самый тяжелый, 160 с половиной килограммов весит. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Аккуратнее я. Да, ну, видим, затейпировано колено. Спортсмены как раз на эту ногу он сейчас прихрамывает. Не пускает личного тренера. Видел, да? Да, ну, по правилам тех делегаты только имеют право и официальные медики. Ну, в общем-то, по самому движению здесь абсолютно очевидно, ничего не было такого опасного. Это старая болячка, которая дала себе, знаете, такой рецидив произошел. Ну, и у нас пауза такая не совсем приятная. Давайте пока пауза, расскажем о мировых рекордах. Давай. Сейчас мы их найдем, посмотрим. В рывке мировой рекорд 214 килограммов принадлежит Рансу Бегдаду Салими. В толчке 263. Хусейн Резазаде также иранец. Такой уже давний рекорд. И сумма 472 килограмма. Тоже Резазаде. Резазаде. Сегодня эта весовая категория супертяжеловесов со всего мира собрала 36 атлетов, желающих побороться за золото чемпионата мира этого года. 36 – это второй результат, самый маленький, в общем. Меньше всего было мухачей – 34 в 56. 196 на штанге. Рубен Алексанян – третий подход. И это личный рекорд. Столько он никогда не поднимал. И он закончил рывок 192. Нет, пока не покорилась Алексаняну. И он закончил рывок 192. Алексей Ловчев, слышим, вызывается на помост. 200 килограммов все заявили. Египтянин отказался от третьей попытки. Травма. И в борьбу вступают лидеры. Алексей Ловчев. Первый подход. 200. Травма. Подвижить. Как и застань. По-другому. А дальше по-другому. И это место. Соответственно, что мы хотите. Здесь, которые прорывили. Уже. Уже. Держать. Ну что ж. На этой луке. Неплохо. Долго готовился, настраивался, конечно же, где-то, я думаю, в голове сидит рывок прошлогоднего мира, где нулевая оценка. 205 тогда начинали, многие потом корили, зачем так много, но, по словам и Алексея, и его отца, в голове держали попытку установления мирового рекорда. Поэтому и начали 205, ну что ж, такой определенный урок, наверное, из этого извлечен. Сегодня 200 спокойно и достаточно уверенно. Лаша Талахадзе, Грузия. Неудачное начало. Талахадзе в 2013 году выиграл чемпионат Европы среди юниоров, но был дисквалифицирован. Тогда он поднял 190 в рывке, 225 в толчке. До этого выигрывал чемпионат мира, также юниорский, 190 плюс 221. Вот, получается, двухгодичный перерыв был в выступлениях. На чемпионате Грузии совсем недавно Лаша Талахадзе 207 в рывке показал и 248 в толчке. Приличные килограммы. Видео, в общем-то, доступно в сети интернет. Ну, под этим видео кто-то так написал, что не верю, не верю, не верю, что сможет столько он повторить на чемпионате мира. Ну, взглянем совсем скоро. Да, ну, пока оправдывается. Евгений Жерносек, Белоруссия. 28-летний белорус продолжает свое выступление. Вторая попытка на 200, как ты говорил уже, Алексей. В прошлом году было 199 на чемпионате мира в Алматы, где он был третьим в этом упражнении. А в итоге всех соревнований лишь пятый результат был показан, 426 с ума. Чуть-чуть, в общем-то, близко. Не хватило. Что не хватило? Скорости? По высоте вроде бы нормально. Ну, опять-таки, на один килограмм больше, чем у личный рекорд. Ну, еще попытка есть у Белоруса для того, чтобы справиться. И Лаша Талахадзе 200. Все те же. Случай успеха на третьем место выйдет в рывке. Вау! Серьезно, серьезно. Я думаю, первые попытки... Кареночки чуть согнуты были при фиксации. Да, рановато, судьи. Чуть-чуть. Рановато нажали. Но убедительная попытка. Да, очень сильный парень. Началась... Да, в общем-то, не заканчивалась наверняка. Чехарда тренерская, перезаявочная. Да, 201, Жерносек. Бор Миносян, вторая попытка и 201. Ну, в этот раз не в полу под сет, но... Просадило чуть-чуть. Легко. И 21-летний парень из Армении. Получается, что на первом месте размещается? Нет, пока на втором, по собственному весу. Чуть легче, да. Проигрывает. Турманидзе. И третья попытка Евгения Жерносека. Евгений родился и начал заниматься в городе Лепель, Витебской области, в 10 лет. Первым тренером был Анатолий Суворин. У Евгений не совсем получалось совмещать учебу и тренировки, поэтому он бросил, конечно же, тренировки. Но спустя какое-то время вернулся опять-таки к тренировкам. Результаты пошли в гору. И как результат победа на юниорском чемпионате Европы в 2007 году. Ну а сегодня 201 килограмм личный рекорд. Сразу плюс 2. Да. Тренируется в данный момент под руководством Виктора Шершукова. И мы видим, что результат есть. Постоянно прибавляет. Молодцы белорусы, хорошую, ровную команду привезли. Но это впечатление, оно сглаживается. Наверное, 94 пиком является выступлением белорусской команды. До 94 в 77,85 парни откровенно нервничали. В 94 уже такой дубль белорусский принес золото. Ну и сейчас Жирносек тоже, в общем-то, выглядит неплохо. Он сейчас так в лидерах. Нет, проигрывает по собственному весу. Нет, один килограмм. Смотри, что он делает. Это серьезный парень. Да, Горминосян все три реализованные попытки. И у нас, наконец-то, лидер из группы Б перекочевал сюда. Финал сильнейших в группе А. И Горминосян возглавляет. Но вот перед началом соревнований мы оценивали, смотрели, какие результаты показывают спортсмены. И так Алексей Ловчев, ну, выглядел... Его позиции такие достаточно уверенные были. Были, но начались соревнования, и ребята начали творить чудеса. Уже, наверное, пять атлетов улучшили. 206 Ловчев. Улучшили свои достижения в первом упражнении. И Ловчеву придется, конечно, попотеть. 206 килограммов на штанге. В случае успеха первое место. Пока Алексей у нас на втором месте. Держи, Леша. Хорошо, очень-очень неплохо. Очень неплохо. Уроженец города Карабаново, Владимирская область. Выступает за юность Москвы и Республику Коми. Также представляет интересы ЦСКА. 26 лет Алексею. И это очень хорошая попытка в рывке. Я думаю, минимум 10, а то и 11-12. Ну, Алексей обладает хорошей гибкостью. Сейчас мы видели, ее даже использовать ему не пришлось. Ну, вот 11 пока что Винков заявил. Лаша Талахадзе. 207 на килограмм больше, чем Ловчев. Потому что Талахадзе чуть-чуть тяжелее. Ну, как чуть-чуть, на 15 килограммов. Ну, нужно поднимать на 1 килограмм больше. Да. Серьезно, серьезно. Ну, в общем-то, ответ тем людям, кто там сомневался. Ваша Талахадзе предъявил. Ну, неожиданно. Если честно, все-таки знаем мы, что на внутренних стартах ребята обычно могут быть героями, а на чемпионате мира теряются. Ну, вот, Лаша Талахадзе, низ их числа. Так. Что получается? 211 все-таки попытка. Попытка не 208, не 209, а 211. И это заключительная, заключительная попытка в рывке. Больше никого не осталось. И очень важное. Нужно создать вот этот вот гендикап перед толчком. Да, пока Алексей Ловчев на втором месте. Серебро уже у него никто не отнимет. Но можно его поменять на золото. Для этого нужно поднять 211 килограммов. Ужать. Какой молодец. Пятнашка сегодня была бы, если бы не такая плотность результатов. 100%. Да. Молодец. Это увереннейший подход, уверенная победа в рывке. Ждем просто. Изнываем толчка. Да, молодец Алексей Ловчев. Ну что ж, в рывке он полностью реабилитировался за прошлогодний чемпионат мира. Абсолютно. Взял золото, создал запас. Теперь главное четко отработать в толчке. В принципе, ну даже не обязательно поднимать много. Надо поднимать свое и выигрывать, в общем-то. Я думаю, Леша приехал в Штаты именно это и сделать. В 2013 году Алексей окончил институт физической культуры и спорта Владимирского госуниверситета. Сейчас аспирант этого же университета. Тренируется у отца Ловчева Владимира Васильевича и также подпишется тренером Иванов Сергей Викторович. Ну вот, в общем-то, он сейчас и на экранах и был, помогал. Нагонял кислород для Алексея. И приятная для нас итоговая таблица. Но плотность немножко не такая, как мы ожидали, а значительно выше. Ловчев, Талахадзе, Миносян. Такова тройка призеров в рывке. Уходим на небольшой перерыв. Ну что ж, дорогие друзья, возвращаемся в Хьюстон, где начинают свою борьбу супертяжеловесы. Весовая категория свыше 105 килограммов. И Хаджа Мухаммед Тайчиев из Туркменистана. Первое появление на помосте 226 килограммов. В случае успеха это будет лишь второе место, потому что возглавляет таблицу результатов во втором упражнении в толчке. Жири Орсак из Чехии. Он толкнул в группе Б 230 килограммов. Ну что ж, начало положено. И 230, 227 Евгений Жирносек. После рывка был пятым. Установил личный рекорд. 201. В толчке в числе первых. Появляется на помосте. 230 принимал он на Олимпийских играх в Лондоне. Личный рекорд. В Казахстане год назад 227. И в Тбилиси на чемпионате Европы 220. Ну в Тбилиси следует отметить, что Евгений не в самой лучшей форме находился. Пошел, 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 пошел. Спокойно. Ногами пошучи. Держи, 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 держи. Проблема с вставанием из седа спортсмена просто тяжело в груди, мощно, как из пушки. Тем временем Мухаммед Масуд из Египта, тот самый, который, самый тяжелый, и тот самый, который испытывал проблемы с коленом, как мы могли видеть, к сожалению, отказался от своей дальнейшей борьбы. И в толчке уже мы его не увидим. Алмир Виладжич, Германия, 228. Сначала заявка у Алмира была 225, потом перезаявил на 230. Все-таки выходит 228. Ну что ж, неплохо. У Алмир Виладжича самый большой результат во втором упражнении в толчке 230. Как раз-таки в Казахстане был установлен этот личный рекорд. Ну а сегодня Виладжич отличился и в рывке 195. Никогда столько не поднимал. Но, тем не менее, это все равно лишь шестое место. Фернанд Рейс отзывается с помоста. Нет, все-таки допускается. 230 килограммов, заявил Фернанд. Те самые 230, что, в общем-то, числятся лучшими в статистике за всю историю выступления. В 2014 году на чемпионате мира в Алматы был такой показатель в этом упражнении. И 420 сумма была лучшая. Восьмой результат на тот момент. О, оно с груди вообще четко. Да, но, тем не менее, это не плохо. С такой массой по-другому никак, в общем-то, не нужно работать. Кроме как так. Ну что ж, начало положено. И сразу в сумме устанавливает Фернандо Рейс. Отличный рекорд. Ахмед Мохамед. Египтянин 230 начинает. Год назад в Казахстане на этом весе он закончил. Была попытка на 240, когда была неудачной. Ну и как можем мы слышать, приглашается на помост представитель китайского Тайбэ. Уже 26-летний парень. Кстати говоря, вчера отметил он свое 26-летие. 152-килограммовый такой вот парень. Ши Чи Чи Чен. Приехал Тайбэец на чемпионат мира в ранге чемпиона Азии этого года. Тот самый остров Пхукет в Таиланде. Совсем недавно были соревнования. И 245 было в этом упражнении в толчке. По этой попытке пока сложно что-то сказать. 231 на штанге было. Ну, потенциально, наверное, может поднять больше сегодня. Большие заявки от упражнений у Алексея Ловчева, Лаши Талахрадзе и Рубена Алексаняна. По 240 ребята начинают. Вот египтянин для второго подхода сразу десятку накидывает и тоже 240 будет выходить. Беладжич. Беладжич пока готовится. Паджа Мухаммед Тайчиев. 233. Продолжение следует. Четко на прямые руки. Да. Хорошо готов Тайчиев. 233. Только он не поднимал никогда личный рекорд. Да, ребята так в супертяжах, видимо, накатывают на Олимпиаду. Там еще и Бахадор Мулаи наберет за год форму. Да и Салиме, я думаю, что... Не откажется еще золото одно взять. Из-за травмы он не приехал сюда. Олимпийский чемпион Лондона. Евгений Жирносек, вторая попытка, 233 и сразу же плюс 3 к лучшему своему показателю. В Лондоне 230 было на Олимпиаде. И пошел, 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 пошел. Ногами, Феня, ногами. Есть, 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 хотели! Узять. Неплохо, неплохо. Доволен и сам Женя, в общем-то. Но вот благодаря этой попытке он набирает сумму 434 килограмма. В общем-то, по сравнению с Казахстаном плюс 8 за год вполне себе хороший прогресс. Виладжич тут тоже на старости лет решил разбушеваться. В рывке отметился своим личным рекордом и смотрим на толчок. Это тоже рекордное достижение для Виладжича. Есть фиксация. За такую руку не накажут судя его. Да, действительно, все четко. Горминасян вступает в борьбу. 234 килограмма. В случае успеха выходит на первое место в толчке и в сумме. В общем-то, призер чемпионата мира в рывке уже сегодня. Ну, мне кажется, рывок все-таки получше идет по городу Миносяна. Очень много желающих сейчас может появиться обойти Миносяна по сумме. И в итоге оказаться на подиуме. Противопоставим в этом году. Как мы... Противопоставим в т городе. Кажется, заявки спортсменов. Март Сейм с 235 на 241 перезайвил Кстати говоря, Март Сейм и следим за этим парнем В рывке спрогрессировал, но при этом рывок не его коронное упражнение Я думаю, ближе к полтиннику можно ожидать результаты Сейма Но сегодня, судя по тем видео, которые выложены в сеть Видео по физухе Да, приседания 320 килограммов на 10 раз, 350 килограммов на 5 раз Дают ему такой хороший запас прочности С вставанием-то явно проблем не будет у Марта Сейма Ну что ж, немножко осталось подождать и мы его увидим Пока вот он самым последним из всех участников будет выходить, если остальные не перезаявят Смотрите, у нас просто уже в течение, наверное, полутора или двух минут Все события происходят как раз-таки за кулисами в зоне перезаявки весов То есть вся борьба происходит там Ну что ж, все, кто хотел, перезаявили И очередь выходить Евгения Жерносека из Белоруссии Третий подход, 236 килограмм 37 даже, да, изначально было 36 237, попытка выйти на первое место в сумме и в толчке Ну и, конечно же, рекорд в толчке личный и в сумме Ну, в общем-то, самое главное, затащить на грудь и взять ее на грудь Время мало, 5 секунд, 4, 3 Ай-яй-яй-яй Да, ну вот как раз, как мы и предполагали Угленность вставания Ну уже неплохо, плюс 8 к лучшей сумме Ну здесь вот как раз-таки Все предельно просто Повышай физуху, да, становись сильнее И можно будет еще больше килограмма поднимать Конечно Просто так сидя на кресле, сидеть и говорить, размышлять об этом Да, конечно же Лаша Талахадзе, серебряный призер соревнований в рывке Откорректировал немножко свою стартовую заявку Я думаю, с учетом разминки Ну, его, в принципе, тактика достаточно понятна будет Он будет смотреть на попытки Ловчева И уже во втором подходе будет прибавлять 5 килограммов Сколько бы Ловчев ни заявил Ух, какой крепкий парень Штанга на фоне очень маленькая Маленькая выглядит Да, ну, он и сам, в принципе, как понимаю, рослый спортсмен Потому что эти 155, которые он весит Незаметные А Джамухаммед Тайчиев готовится выходить на помост На этот же вес Только попытка у него будет заключительная Да, 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 да Не, 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 не А ception Ай-яй-яй-яй, чуть-чуть локотки сыграли, что скажет судья? Подожди, подожди. Два к одному, два к одному. Считают большинством. Молодец Тайчеев. Хорошие килограммы собрал для себя, да. Сто девяносто в рывке, двести тридцать восемь в толчке, четыреста двадцать восемь сумма. Но, в общем-то, собрал лучшие килограммы, личные рекорды. Но на Олимпиаде, если прибавит, тоже будет где-то близко к призовой тройке. И Алмир Виладжич, двести тридцать восемь. Есть. Смотрите, что творит. Самый опытный парень сегодняшнего дня. Вот так вытанцовывая. Тридцать два года ему. Уроженец города Ливна, Боснии и Герцеговины. До 2000 года выступал, в общем-то, за эту страну. Ну, а с 2000-го уже за Германию. Участник Олимпийских игр Пекина. Да, ну вот Германия тогда пригласила и Виладжича, и Штайнера из Австрии. Изменить память. Вот эти ребята. В честь страны. Новый. Отстаивают достаточно успешно. Фернанд Рейс. Интересно смотреть за Рейсом. У себя дома на Олимпиаде он очень эффектно будет выглядеть, я уверен. Там двести не за горами порвет уже совсем скоро. И в толчке накатывает. Такой хороший супертяж для Бразилии, в общем-то. И никогда не было у них супертяжловесов. Такого уровня. Давай, давай. Давай, давай. Кто это? Ай, соскочилось, друзья. Что это было? Русский след? Слышали мы, да, как кто-то подбадривал соревнованду Рейса. Давай, давай. И это явно звучало не из соревновательного зала. Как раз таки из зоны, где стоят тренеры. Еще одна попытка у Рейса есть в запасе. Ну, а пока гор Миносян. 240. В случае успеха это будет вторая сумма. Пока лидером по итогам двух упражнений является Лаша Талахадзе. Ну, как мы и предполагали, проблемы определенные у Миносяна со вторым упражнением. Ну, вот из-за этих проблем он абсолютно очевидно будет атакованный напарником по команде Рубеном Алексаньяном. Что не так страшно для Армении. Да, но есть еще Март Сейм, который подостал в рывке аж на 13 килограмм. Но... Может. Может. Да, но пока по раскладу 251 примерно нужно полкать. У Марту Сейму, чтобы обходить. Тот самый полтинник. Да. Да. Ну, а пока Фернандо Рейс. Третий подход. Давай, вставай ты уже. Гуди до этого было очень мощно. Ай, ну что ты делаешь, родной? Хватит уже расстраивать. Ну, что ж, можно сказать Фернандо Рейсу до встречи на... до встречи в Рио. Чтобы в Рио полтинник толкнул. Да, все-таки шаг в десятку не на руку сыграл бразильцу и остался всего лишь на 230. Да, может быть, 2-3 килограмма меньше. Было бы успешно. Тем временем, Алексей Ловчев 242. Не хочет он выходить раньше времени. Чуть-чуть перезавляет. Гор Миносян тем временем заканчивает. Пока его сумма 437. И второе место. Ну что ж, впереди попытки обойти. Скорее всего, его будут. Так, ну вот ты уже говорил, Сейму сколько нужно на победу идти? С-14 делать. 48 получается, да? Так, давайте посчитаем. Значит, Гор 203, а Март 190. То есть 13 килограммов. Плюс собственный вес. Собственный вес, что не успел я посмотреть. 151 у Сейма был, а у Гора зависло онлайн табло у нас в очередной раз. Таких важных подсчетных. Ну, в любом случае примерно на 13-14 килограммов. То есть 200. Ну, все сейчас увидим и расскажем. В очередной раз очищает гриф. Видимо, такая хорошая магнезия на этом чемпионате забивает как раз-таки вот эту насечку. И буквально через каждые 15 минут приходится там обкатывать. У кого из атлетов-то выскочил палец? Ну, на него вчера вылетал. Да, не исключено, что именно по этой причине все это произошло. Итак, Март Сейм. Эстония. 241 килограмм. Попытка выйти на первое место в толчке. Но по сумме он будет пока пятым. В прошлом году, пожалуй, был личный рекорд у Сейма 246. В шаге остановился от подиума тогда. А эстонец занял четвертое место. 431 была сумма. 231. Ух, неплохо надевалось. чуть-чуть торопится мне кажется но так хорошо использует упругость грифа короткий резкий подсет прям видимый как в нижней точке гриф просто сантиметров на 20 с каждой стороны опускается 155 12 ваша талахадзе гор миносян 142 10 до март сейма 151 99 получается сейму нужно делать плюс 14 кризиса гора а гор у нас уже закончил 234 до 248 я думаю уже следующая попытка будет именно на этот рубен алексанян долга готовится 15 секунд 15 секунд немного нервничает уже 10 до неплохо алексанян толкает 241 в первой попытке сумел 5 пока 5 но в точке становится лидером на 241 ожидаем появление спортсмена из тайпея немного так затаился и египтянин через один из шагнул да ну и такая частая тактика в отдельном упражнении фашки они всегда борются если есть возможность на возможность сейчас отходят алексаняна по меньшему собственному весу он сейчас легирует ну и запас по тоже ловчев следующий после тапейца Шичи Чен, попытка, в общем-то, непонятно к чему приводящая. Третье место в сумме в случае успеха и четвертое в толчке. То есть он самый тяжелый из всех, кто с этим весом уже справился. Возможно, на килограмм что-то больше нужно было прибавить. Может быть, не успели, а может быть, чувствуют, что уже все это пределы. Хотя на чемпионате Азии 245. Опять-таки, на чемпионате Азии он показал очень хороший результат. И, судя по попыткам, он шел практически сам за собой. Все предельно было понятно. А здесь приходится большие паузы делать. Конкуренция на чемпионате мира в супертяжах, конечно, повыше, чем на Азии. И вот из-за этого тоже это могло повлиять. Показывает нам Алексей Ловчево. Ожидали они, что перезаявят он большую сторону, потому что 241 ему ничего не дает. А 242 выведет его на первое место. Винков об этом и, в общем-то, сообщил тренерам Алексея. Казахстан. 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 Субтитры делал DimaTorzok Ну вот и все, а можно было бы и на килограмм больше, мне кажется, так же все сделать Да, но пока он на третьем месте в сумме И многие ребята, я думаю, его с этого третьего места подвинут Рубен Александян 247, по второй попытке заявил Иранец пока 246 Марсейм 245 И Алексей Ловчев Первая попытка 242 и в случае успеха первое место в сумме Лидер после рывка Субтитры делал DimaTorzok Держи Хорошо, хорошая первая попытка Выступаю уже в толчке в прошлом году в Алматы, Алексей Именно в этом упражнении толкнул 257 килограммов, имея нулевой результат в рывке Все это было в прошлом году И 242 для разгона, я думаю, что как-то так Интересно, сколько пойдет ваша Талахадзе? В принципе, ему достаточно будет на 5 килограммов больше, то есть 247 Но пока заявка не меняется 250 остается, возможно, попытаются заманить Ловчева на эти килограммы Ловчев 50, по-моему, заказал Винков сейчас был здесь где-то рядом Талахадзе 47 перезаявил в меньшую сторону Пошла череда-череда перезаявок У нас всего 5 атлетов 5 атлетов, да, вот посчитал я тоже только что Ловчев, Март Сейм, Египтянин, Лаша Талахадзе и Рубен Алексанян Да, ну на сумму Ловчева, кроме Талахадзе, вряд ли кто-то сможет покуситься Ну да, подоцстали Во-первых, да, четвертый результат у нас это группа Б Рахли Турманидзе он уже закончил Пятый, это Евгений Жерносек Тоже закончил выступление Ну ты про толчок говоришь? Я говорю по итогам рывка Кто шел и кто еще сохраняет какие-то шансы Виладжич Ну, в общем-то, у Алексея такой хороший был отрыв И остальным ребятам там уже по 260 нужно поднимать Рубен Алексанян 246 246 и в случае успеха он выйдет на третье место в сумме Обойдет как раз-таки Гора Миносяна Своего напарника по команде И потом будет ответка от эстонца Как мы уже считали, Сейму 48 нужно На хапок берет на грудь Ай-яй-яй Закоротил при подседе Что тут? Парфенат мира на микротравмы и травмы коленных суставов Богат, к сожалению Неоднократно мы видели вчера Спортсменка Северной Кореи Конечно, проявила просто героизм Ну, смотря как заглянуть на эту ситуацию Сама спортсменка это точно героизм А вот тренеры, конечно, безответственно себя повели Заставили Рим Йон Сим, да, олимпийская чемпионка В общем-то Уже в травмированном состоянии Загоняли ее на веса Все три попытки, причем, пришлось ей использовать Так, Лаша Талахадзе Уже готов Но он идет на больший вес Гор Минасян вынужден подходить Ой, прошу прощения Рубен Алексанян Гор Минасян, наверное, закончил Перезаявили тренеры Алексаняну в большую сторону Но Судя по тому, что так он Видно, испытывает какие-то болевые ощущения Вряд ли появятся Да Отказываются От третьей попытки И Давайте смотреть за Талахадзе Моя правая рука немного сыграла Но Видели мы уже Считают иногда такие попытки Но не в этот раз по всей видимости Да Два к одна Как раз таки центральные левые судьи Которые, в общем-то, в поле зрения Держат локоть Жора Асанидзе Олимпийский чемпион Афин 85 килограммов Главный тренер сборной Грузии Да Ну и В общем-то, видим мы С его стороны не было видно, наверное, до жима Поэтому Такие вопросы От Георгия Да Вот он как раз Ахмед Мохамед 247 Вот была попытка именно В толчке Зацепиться за медаль По сумме, конечно, он очень много проигрывал Без вариантов Но попытка неудачная В итоге Египтянин У нас пока Как ни странно На втором месте Идет И по сумме он девятый Сейчас, в общем-то, все решится Попытка Попытка Талахадзе И попытка Марта Сейма Могут Египтянина Сдвинуть Из призовой тройки Если вот хотя бы Кто-то один из этих ребят Свой подход Выполнит успешно То египтянин будет четвертым А если Сейчас Лаша Талахадзе Не справится То Египет Можно будет поздравить Как минимум С бронзовой медалью На этот раз Безошибочно Да, все красиво И вот, знаешь, такое Приятное впечатление оставил Лаша Талахадзе Уж предела-то мы точно Сегодня не увидели И, конечно, на Олимпиаде Пожалуй, он реальный претендент На медали Я вот Думаю, так и будет Если форму не растеряет И в таком же духе продолжит Очень легко поднимал Лаша Талахадзе Марсейм и 248 Запрыгивает С помощью своего Будем считать Коронного упражнения Толчка В уходящий поезд Пытается запрыгнуть Пока еще пытается И Алексей Ловчев 248 Так, к сожалению Небольшие Технические проблемы Давайте Мы вернулись сразу А немного назад Ну вот Техническая, да, неточность у нас Вставание при приседаниях 350 килограммов Должно быть Как полегче Так, и Алексей Ловчев На помосте Алексей Ловчев У нас пока Второй И в толчке И в сумме И у него Две попытки Для того, чтобы Выиграть золото Чемпионата мира В сумме Ну и Попробовать в толчке Также его Взять Килограммы для Алексея В принципе Рабочие Рабочие Но Накал, безусловно Присутствует И волнение И ответственность Что нельзя ошибаться Поспокойнее Немножко нужно Поработать Давайте смотреть Хорошо на грудь Держать Есть Чемпион мира Этого года Есть Ну что ж Очень хочу Увидеть попытку Мирового рекорда Далековато Я думаю Сегодня И будет еще Зависеть От подхода Марта Сейма Март Сейм Я думаю Пойдет Отец Спрашивает 62 Идем Надо Надо Сходить Хотя 62 Это Далеко не Рекорд Рекорд России Может быть Нет 60 По-моему Рекорд России Да Чемеркина Да Ну Сейчас Дождемся В любом случае Поздравляем Алексея Ура У нас Два Чемпиона Мира На Здесь В Юстоне Это Безусловно Успех Российской Команды Сейм Подсобрался Есть Есть Запрыгивает В уходящий пояс И становится призером Да Защита на попытка Два к одному Правда Ну да Была дрожь такая В локтях Поздравляем Марта Сейма Тоже мы рады за него Потому что Следим с прошлого года Такой заявил Достаточно уверенно Что Будет бороться И в общем-то Борется Действительно Смотрите 248 килограммов На 2 килограмма Больше Чем год назад Стал И держи Лёша Держи Держи Лёха Есть Мировой рекорд Ребята Повезло Зрителям в зале Увидеть Все это Вживую Да и нам В общем-то Нам тоже Два ночи Почти по Москве И такие дела Происходят С ума сойдешь Красавец Супер выступление Супер выступление Просто Других Нет слов Казалось бы Но ничего уже не надо Ты чемпион Я еще раз Пообладу Парню Мировой рекорд Супер тяжелой Весовой категории Вы вообще Вспомните Когда это Происходило О боже Ух Да Лёха Ты лучший Лучший Сегодня Донеси Донеси Эти килограммы До олимпиады Пожалуйста Сколько 475 По моему Сумма У нас получается И мировой в сумме Что ли Да На 3 килограмма Два мировых Рекорда Два мировых Рекорда Вот так Держите Иранцы Нету больше А нет Ну в рывке Остались Иранцы Ну ничего На олимпиаде Догоним 475 Даже у меня сумма Больше впечатляет По моему Это в истории Тежооатлетики При всех раскладках Да Помним мы Что Во времена Советского Союза Поднимались В толчке Там чуть больше Килограмма Немножко Наверное Другие условия Были Но Самое главное Что Это поднято Сейчас Поднято Алексеем Лопчивым Фантастика Просто фантастика Хочу смотреть Награждение И итоги На ваших экранах Просто фантастические На сегодня 475 килограммов Мировой рекорд Вписан В историю Безусловно Поздравляем Грузию И Эстонию Серебром И бронзой Они молодцы Ну а самые Главные Поздравления Конечно же Алексею Лопчиву Который Стал чемпионом Мира Сегодня У супертяжеловесов Установив Мировой рекорд Небольшое промо Уже на сегодня В 2.30 По Москве Супертяжелая У девушек Таня Коширина Выступает Будем смотреть Обязательно Дорогие друзья Всем спасибо Кто был с нами За режиссерским пультом Был Кувшинов Павел И комментаторы Алексей Безбородов И Иван Захаревич Друзья Болейте за спорт Занимайтесь тяжелоатлетикой Смотрите тяжелую атлетику Занимайтесь ей Пока